Всем привет, вы на канале RunMix, сегодня у нас обзор шутера Forces of Freedom. Sorry, если не так сказал, sorry за мой ломанный английский, бывает я пишу обзор в спешке, и на этот раз я буду пытаться ориентироваться по времени. Так, давайте начнём. Первая вкладка, туториал. Найти русский язык в игре я так и не смог, поэтому будем проходить на английском. Ну, мне в принципе не привыкать, играл я в игру второй день. Вот так, поэтому я решил её вам показать. Так, понятно, покрутить справа в части экрана это обзор, будем делать, так сказать, где что у нас находится. Так, потом выстрел вот раз, раз и раз. Так, ну это изящный туториал на самом деле, потому что я его покажу уже третий раз. Так, прицел и огонь. Но нужно зажимать огонь для более точного выстрела, и наводим прям в центр. Оп, всё, отлично. Игра показывает нам, что правильно будет зажимать, чтобы точно попадать в голову противника. Иначе вы навряд ли в него вообще попадёте. Так, всё. Отлично. Выходим из прицела. Тоже нажимаем на прицел, чтобы выйти из него. Так, дальше. Дальше нам нужно лечь. Появляется ещё одна у нас кнопка. То есть, чтобы лечь, вот справа внизу экрана есть кнопка, нужно два раза на неё нажать. Так. И нейтрализовываем. Почему-то он в первого раза не умирал. Ай, блин. Вот я точно не прицелился. А ещё, когда мы убиваем противника, он почему-то встаёт. И это плохая анимация, так сказать, когда он бежит, как он умирает. Это плохая анимация. Так. Чтобы встать, нужно ещё раз нажать два раза на эту кнопку. Один раз нажимаем, мы приседаем. Один раз нажимаем, мы встаем. Два раза нажимаем, мы ложимся. Два раза нажимаем, мы встаем. Теперь, я думаю, вам более-менее всё понятно. Так. Отбегаем сейчас на другую позицию, чтобы нейтрализовать снайпера с тыла. Так. Отлично. Понятно. Если враг ближе, чем пятнадцать метров, мы сами его убиваем. Так. Отлично. Быстро прошли туториал, на самом деле. Так. Дальше идём. У нас шоп-магазин. Он находится в разработке. Солдат. Здесь у нас есть несколько фракций, насколько я понял. Мировая, СССР и США. Начнём с мировой. Здесь у нас какой-то класс солдата, я его не пробовал, но, насколько я понял, он палит противников. В СССР у нас есть снайперы, обычный солдат. Они ещё здесь по годам есть, но, насколько я понял, они ещё не все доработаны или с рангом получают. Я ещё точно вам не скажу. Вот. Я играю за снайпера в основном. Ещё есть вот обычный солдат. Так. В Америке у нас тоже есть снайперы и обычный солдат, как и в СССР. Возьмём снайпера. Дальше у нас кнопка, точнее раздел. Ботл. То есть, бой. Идём в левый верхний угол. Здесь у нас есть звание. У меня уже такое. Я играю, ну, в принципе, часа два. Вот тут их, ну, скажем так, нормально. Дальше идут у нас вот медали. Они показывают, какой вы в рейтинге мировом. И, ну, недельном. Там, короче, мировой рейтинг пока что. Но я думаю, на страны разделят. Если больше будет онлайн. Дальше мы можем поменять имя. Я уже менял. Есть деньги, алмазы. Зачем они нужны? Я пока что ещё не знаю. Есть вкладка, вот, настройки. В правом верхнем углу. Стас, аккаунт, контракт. Контакт, юз, юз. И настройки. Короче, всё, что нужно. Там новости, поддержка, аккаунт, статистика ещё вроде. Вот настройка управления есть. Где какие вы больше хотите разместить. Это, как я... Сенса. Я думаю, многие поняли. Дальше идём. Пресед графики. Есть очень высокий. Ультра нет. Кастомный. Короче, это максимальный пресед графики. Без видео у меня даже из сети доходит. А вот с видео 30 фпс почему-то в игре. Да, видео много сжирает. Вот, preference здесь. Есть другие настройки. Авто огонь. Музыка. Фпс каунтер. Пинк каунтер. Давайте начнём бой. Сорри за шумы. Я, блин, не думал. Сориан. Прям вообще извиняюсь. Капец, конечно. Ну, ладно. Как-нибудь этот обзор допилю. Я его уже третий раз пытаюсь допилить. Сориан, то звонят, то пишут. Капец какой-то. Вот именно когда я начал снимать, всем до меня чё-то надо. Ну, ладно. Так, ну вот. Играем 5 на 5. Да, фпс у нас вот в таком районе держится из-за пинга и из-за съёмки. Так, все разделы те, что я вам говорил. Только ещё в правом нижнем углу есть радио. Вы можете говорить со своими тиммейтами. Вот, нормально. Управление здесь, мне кажется, хотелось бы более быстрое и от первого лица. Справа вверху есть карта. Вот её можно, если нажать, ублизить. Так, чё это сейчас было? Ещё есть под картой вот такая фигня. Если её зажать, вот так крутить на ней пальцем, то можно пересматривать своего солдата. Суперспособность у нас есть. У снайпера это, например, вызов самолёта. Он на карте, а видно, летит. Он обнаруживает вражеских противников. Так, присядем. Окей, чё-то я ещё хотел вам рассказать. Вот, там есть флаг. Если к нему подбежать солдатам, например, нашей командой, то можно его захватить. Вот сейчас вражеская команда его захвачивает. Сверху ещё показано, сколько игроков живы осталось во вражеской нашей команде. Ладно, надо помочь. Ещё проблема в том, что с этим интернетом, который тут... Ой, я не могу нормально заснять. Так, так, бегит. Блин, да мы ж попали. Окей, повезло. Никого не вижу. Ага, вон он там сидит. Ну блин, ну мы ж убили. В голову попали. Вот я не понимаю этот интернет. Честно. Ну, я играть за него нормально вижу. Вау! Вот, отбежал. Из-за того, что он быстро бегает, ему, в принципе, на изях можно кого-то убить. И обнаружить противника. Так. Ну. Вот капец какой-то. Давайте я вот, например, сейчас отыграю и домой приду, запишу вам, ставлю в конце видео, как я на самом деле играю за снайпером. Потому что, ну, с этим интернетом я не могу вам нормально это всё показать. Так. Окей. Вот, FPS уже около 37 держится. Но он падает, когда мы видим много своих союзников ещё. Если кому-то лагает игра у вас на телефоне, то рекомендую понизить пресет или... Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Убили. Слава тебе, Возь. Первый килл. То есть, мне прям вблизь надо посмотреть. Откуда? Я сейчас не понял, откуда нас убили. Ммм... Ну, да, понятно. Да, давайте я ещё сейчас как-то приеду домой, наверное, запишу для вас видео, как я играю с нормальным интернетом. И, в принципе... А может, это из-за съёмки, я точно не знаю. Но я вам ставлю наверно. А с вами был Рамникс. Всем желаю удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok